Ребята, урок 90-й. Михаил Пришвин. Лесной ручей. Проверь себя, что я знаю и умею. Сегодня мы с вами поработаем над произведением Михаила Михайловича Пришвина. Пришвин. Родился в Орловской губернии, близ города Ельца. Жилось его семье трудно, так как мать осталась одна с пятью детьми. В Германии закончил университет и стал агрономом. Он собирался заняться наукой, но стал писателем. Он стал писать о природе. Вот произведение Пришвина «Лесная копель», «Кладовое солнце», «Золотой лук», «Лисичкин хлеб», «Ребята и утята», «Этажи леса». То есть все они про природу. Лесной ручей. Пусть завал на пути. Пусть препятствия делают жизнь. Каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды. Михаил Михайлович Пришвин. Сегодня мы с вами поработаем по учебнику в тетради. Одновременно в тетради работаем. То есть у нас урок оценка ваших достижений. Первое задание. Вы должны прочитать текст Пришвина «Лесной ручей», который дается у вас в учебнике. На время посчитайте количество прочитанных слов за минуту, запишите в таблицу, дочитайте текст до конца. После того, как вы прочитаете текст, ответьте на вопрос и выберите правильный ответ. Третье задание. Вы должны проверить себя. Первое. Установить причинно-следственную связь. Вследствие. Вода не сразу ушла в океан. Причина какая? Из четырех вариантов выбирайте правильный ответ. Второе. Разделите текст на части, определите микротемы. То есть каждую часть вы должны озаглавить. То есть разделить и озаглавить микротемы. Третье. Подберите ключевые и опорные слова. Из текста. Оцените свой подобный пересказ содержания. Дальше. Пятый. Подчеркните в предложениях слова. Пятый. Подчеркните в предложениях слова. В переносном значении волнистой линии. А многозначный обведите красным цветом. Вам дается текст. Всю лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки, спинки и животики. И до того налились и пропитались солнцем, что к осени стали как солнышки багряными и золотыми. Зашумел в лесу золотой дождь. То есть вы выбираете слова в переносном значении. То есть, например, листики подставляли, значит, в переносном. У листиков же нет ладошек, щечек. То есть это все у вас идет в переносном. Многозначные слова. Например, золотыми иметь многозначное. Бывает золотое кольцо, бывает золотой человек. Да? Или золотые руки. Дальше. Четвертый. Вспоминай и повторяй. Из каких произведений эти строчки? Дальше. Вспоминайте изученные произведения, определяйте их автора. Следующее. Закончите высказывание. Много веков бурлят и волнуются они, напрасно пытаясь что сделать? То есть, находите и дописываете. Следующее. А ведь они могли добраться до большой воды и дать жизнь целой кучи маленьких кого. То есть, находите. И последнее. И последнее. Вам дается темы проекта, несколько проектов. Выбираете один из предложенных, любую, и защищаете свой проект. То есть, вы, значит, вы можете выполнить одно. Вам дается там, значит, что у вас там дается, ребятки. Вам дается создать кластер, оформить постер, придумать рекламу воды, написать заметку, создать презентацию. Значит, и копилка идей. Это все вы можете выполнить в тетради, ребята. Успехов вам в выполнении задания. Спасибо.